Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякий сход с реальными событиями является абсолютно случайным. Набираем 45 лайков, ни разу такого не было, но все-таки это тоже для вас же в ваших интересах. Если мы набираем 45 лайков под этим видеороликом, то стартует уже вроде как пятая неделя карьеры за игрока. Так что все в ваших руках, посмотрим как у вас получится, либо не получится набрать вот эту вот еще непокоренную планку. И также перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, кто еще не видел, 4 выпуск правдивых пенальти, ссылочка на него есть в описании под этим роликом. Обязательно перейдите, посмотрите, поддержите этот формат. Дальше мы будем продвигаться еще больше, звать новых гостей, очень интересные дальше гости. Уже с многими сконтактировался и скоро будем записывать для вас этот формат. Так что обязательно не забывайте подписываться на канал, потому что очень большой процент на моем канале смотрят без подписки. Ребят, ну не надо так, мы уже близки с вами к 500 подписчикам. Давайте наберем эту планку и вы не забудете подписаться на канал и поставить на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Итак, карьера за игрока, как я и сказал, сегодня у нас финал шестого сезона. Мы завершаем сезон этот в PSG. Почитаю ваши комментарии, пока что не собираюсь никуда уходить на самом-то деле с PSG. Но если придут предложения, я бы все-таки рассмотрел их, исходя из личных своих каких-то соображений. Ну вот, не выиграл я Лигу Чемпионов, к сожалению, с PSG. Так была бы эта третья Лига Чемпионов для меня, как для игрока подряд. И первая с PSG. Ну вот, к сожалению, из-за травмы я не смог принять участие в какой-то стадии 1-8, либо 1-4, вроде 1-8, да, была? Вот, и не получилось, к сожалению. Но так мы вроде станем сейчас чемпионами Франции. Это видно и по турнирным таблицам. У нас не так много матчей сегодня. Поэтому обязательно напишите в комментариях, куда вы хотите, чтобы я переходил, либо вообще бы остался в PSG. Так что верю в вас. Ну а посмотрим, что у нас здесь по тренировкам. Да, мы здесь выставили центрального полузащитника. Я, как и сказал, я буду абсолютно все позиции прокачивать для нашего игрока. Но у нас сейчас игра против Лили. Они идут на пятой строчке. Посмотрим на иголкипера. Майгнан, 82-й рейтинг. У нас 96-й. Мы готовы на самом-то деле. PSG против Лили. Поехали. Итак, PSG против Лили. Чемпионат Франции. У нас идет концовка сезона сегодня в выпуске. Поэтому я, честно, не знаю, в каком определенном матче, если мы побеждаем, мы становимся чемпионами. Поэтому для меня эта интрига останется до конца. Мне лень просто сидеть и считать, когда у нас там, какой матч по счету. Если при определенном наборе очков мы станем чемпионами, все такое. Ну вы серьезно? Ну я так и знал почему-то, что на 93-й минуте вот это вот все докатывание пройдет. Ну и все, это поражение, естественно. Меня еще и заменили. Ради чего? Ну празднует Мэдисон. Даже вот это вот поражение после Лили, скорее всего, нам точно приносит победу в чемпионате Франции. Ну замечательно. Обидно, да, обидно, что потеряли вот очки и все такое. Но мы чемпионы Франции. Два сезона подряд мы выигрываем чемпионат. Поиграли в Ювентусе, поиграли во Франции теперь. Вот. В PSG. Ну это было очевидно на самом деле. Роналду поднимает вот это, подожди, как тарелку, можно сказать. Тарелка больше в Бумбусфиге, скорее всего, салатница. Вон они, мы сзади в манишке уже, как замененных игроков. Так что мне даже не дали поучаствовать в этом. Ну вот, хотя бы я рядом с Камовингой, который сейчас с этим трофеем. Но неплохо. Вот такие вот дела. Ну я, пожалуй, еще бы на сезончик бы остался в PSG. Постараться выиграть Лигу Чемпионов и Кубок, может быть. Как это было и с Ювентусом. Потому что в Ювентусе я в первом сезоне выиграл Лигу Чемпионов. И больше ничего вроде как. Второй сезон я уже пытался выиграть чемпионат. У меня это получилось. Я бы еще вторую попытку бы дал бы в PSG. Тем более, сейчас будем смотреть, как у нас и что происходит в наших там голеодорских делах, бомбардирских в чемпионате Франции. И ассистентские дела, можно так сказать. Голевые действия наши тоже посмотрим. Отыграли, кстати, уже 45-й матч за сезон. Итак, награждение победителей. Здесь мы с Яном облаком прям празднуем. В раздевалке. Замечательные эмоции сейчас. И высокие ставки на голеодора. Я забиваю не для себя. Просто хочу, чтобы моя команда победила. Вот так вот я выразился на интервью. Но сейчас у нас игра против Ленца. Вроде они идут ниже 10-й строчки. Так что сейчас давайте, кстати, сразу мы посмотрим. Потому что матчей не так много на самом-то деле. Поэтому заходим в базу данных. Во Францию заходим мы. Рейтинг голов. По голам, кстати, ну мне надо прибавить. Потому что фора не такая уж и большая. Три мяча всего лишь. А по голевым передачам. Здесь тоже две голевые передачи у меня в лидерстве. Поэтому будем так же играть, как и играли. Стабильно забивать, отдавать. Пытаться. Вот. 73-й голкипер на воротах. Мы еще до сих пор не с капитанской повязкой, к сожалению. Поехали. Итак, пассажи против Ленца. Домашний матч. Мы, не знаю, ну в реальной жизни бы сейчас произошло награждение именно бы здесь. Все такое. Потому что это для нас первый матч дома после того, как мы стали чемпионами. Поэтому будет интересно тоже это посмотреть. Ай-яй-яй. Но это Мэдисон вроде бьет. И это гол отлично. 81-я минута. Это же Мэдисон. Это Мэдисон. Мэдисон забивает. 81-я минута. Но мы заработали этот штрафной. Как минимум очень хорошо сейчас перебросил. Минимальная победа на 81-й минуте. Мэдисон забил со штрафного, который заработал я. Все на этом. Пока что. Надеюсь, меня там никто не опередит. Сейчас. Ну и очередные 3 очка в чемпионате. Итак. 16 очков у нас лидерство. Сейчас надо Марселя. Вроде как все замечательно. 46-й матч в сезоне. Итак. Сейчас у нас игра против Страсбурга. Они идут на 8-й строчке. 51 очко у них. По формам что у нас? Сейчас глянем. Все замечательно. По голкиперу у них 69-й на воротах. Поехали. Итак. Страсбург против ПСЖ. Вызная для нас игра. Интересно будет посмотреть, как мы сыграем. И какой голешника? 32-я минута. И это 1-0. И сейчас у нас плюс 4 по голам должно быть. Я перед этим матчем посмотрел. У нас все так же. Там 3 мяча форы было. Ну супер. Забили на выезде в ворота Страсбурга. 32-я минута. Теперь бы голевую оформить. Еще было бы вообще замечательно. И все. Минимальная победа. Благодаря моему единственному забитому мячу. Мы побеждаем Страсбург на выезде. Оценка у меня 7-5 за матч. В чемпионате у нас получается уже 16 очков лидерства. 32-й гол в сезоне. 122-й в карьере. Итак, сейчас у нас игра против Амьена. Играем мы дома. Галкипер у них 71-го рейтинга. По формам у нас не должно быть вопросов. Все замечательно. Поехали. Итак, PSG против Амьена. Наша домашняя игра. Посмотрим. Должны мы в последних трех матчах у нас вроде как три матча осталось. И забивать, и отдавать. Но неохота как-то терять мне первую строчку в бомбардирской гонке, в гонке ассистентов. И какой мог быть сейчас голый? Все-таки это голый. От двух штанг, можно сказать, залетает. Замечательно. 39-я минута. Ну, мне кажется, бомбардиром это я точно стану. Но в ассистентской гонке, мне кажется, могут возникнуть у меня сейчас проблемы. Но не суть. Очень даже хорошо. Получилось забить. Замечательно. И все. Минимальная победа над Амьеном. Благодаря моему единственному, опять забитому мячу, мы выигрываем. Теперь у меня вроде должен быть там отрыв 4 мяча. Но главное, чтобы сейчас в ассистентской гонке меня не обогнали. 95 очков, 16 очков лидерства. Для нас это 33-й гол в сезоне, 123-й гол в карьере. Супер. Итак, мы изучили теперь позицию центрального полузащитника. Идем дальше. У нас там опорный, наверное, сейчас будет уже полузащитник. Да, так и есть. Один месяц изучения этой позиции. И заходим опять в базу данных. Действительно интересно. По голам в 5. Почему-то как-то я, значит, просчитался. В 5 голов у меня отрыв. А в ассистентской в 1. В 1 голевую передачу у меня отрыв. Поэтому за вот эти 2 матча против Диджона, он называется, и Нима, нам надо обязательно отдавать, мне кажется, гливую передачу. Так что сейчас у нас выездная игра против Диджона. На воротах у них Гамис, 74-й. Вот. Мы готовы. Поехали. Итак, выездная игра. Диджон против ПСЖ. Поехали. Неплохо. Набираем, набираем скорость. Супер. И Неймар опять не забивает. Ну, у меня хотя бы сейчас получилось, но я не знаю, может быть, это в офсаде я был. Хотя нет. 69-я минута. 1-0. Забиваю я, но не забивает с моей голевой. Это немножечко расстраивает. Я бы хотел лично, чтобы с моей голевой забили. Это было бы намного лучше. Ну, это 2-0. Неймар забивает, правда, не с моей голевой передачи. Все. Уверенная победа у нас. Мой единственный гол в сегодняшней встрече. И гол Неймара на последних минутах нам приносит победу. У меня оценка 7-5 за матч. Но голевую, к сожалению, отдать не получилось. Будем смотреть, что там сейчас происходит. У нас 34-й гол в сезоне, 124-й гол в карьере. И будем сейчас смотреть по ассистентским спискам. Список лучших ассистентов, кто отдал больше голевых передач. Сейчас мы это глянем. По голам у меня плюс 5. Вот так же, значит, они там все-таки забили. По ассистам, ну, все так же плюс 1. Но все равно страшно, что Тринкао вот этот может отдать голевую передачу в последнем матче. И у нас последняя игра против Нима как раз. Ну что же, играем последнюю игру в сегодняшнем выпуске. Да и вообще в шестом сезоне. Неймара и Емария сегодня со мной на поле. В нападении Рейнетт, 73-й на воротах у Нима. Поехали. Итак, PSG против Нима. Konami Stadium. Последняя игра сезона и точно я, скорее всего, стану лучшим бомбардиром. Но вот насчет лучшего ассистента это еще надо поспорить. Одна голевая всего лишь у меня в лидерстве, так сказать. Поэтому нужно постараться отдать в сегодняшнем матче. Мы завершаем сезон нулевой ничьей. Не получилось ни забить, ни отдать. Поэтому я сейчас просто буду верить, что мы станем лучшими как бомбардирами, так и ассистентами. В 17 очков лидерство у нас набрали 99 очков. К сожалению, 100 очков мы не набрали. 50 матчей за сезон мы отыграли с вами. 276-й матч был у нас в карьере. И средняя оценка за сезон 7.1. Итак, мы, кстати, единственные игроки из PSG, кто попали в сборную сезона, вообще замечательно. Здесь у нас Майгнон на воротах, Бал, Павлович, Калета Кар, Симакан, Рейны Аделайде, Саумаре, Головин, кстати, два россиянина в сборной Лиги 1, Джонатан Давид и Муса Дембеле. Вот такие вот у нас дела. И сейчас надо посмотреть, кто все-таки стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом сезона. И там индивидуальные награды бы тоже мы глянули. Итак, ну, лучший бомбардир. Это я, 24 забитых у меня мяча в чемпионате Франции. И я стал единым личным здесь лидером, потому что от Рейнкао не получился дать 15-ю голевую передачу. У меня 15 голевых передач в Лиге 1. И смотрим индивидуальные титулы. Все, я стал игроком сезона. Золотая бута у меня, я лидер по голевым передачам. И Преус, лучший главный тренер Лиги 1. Все замечательно. Кубок. Так, это не то. Вот, Кубок Франции. Кто там выиграл у нас вообще? Монако 2-0. Выиграли Ниццу. Вот. Такие дела. Посмотрим, что у нас по Лиге чемпионов Лиги Европы. Не знаю, закончился или нет. Здесь вообще сезон. Финал Лиль и Аякс. Вот это вот вообще удивительно. Так, Лига Европы закончилась. Так, никуда. Это был групповой этап. Может там Ювентус действительно нет. Ювентус когда там вообще вылетел? Ростов дошел до четвертьфинала и по гостевому голу только вылетел. А Ювентус где? Ювентус в 1-16 серьезно вылетел. Ювентус вылетел от Ростова как раз 4-3. Вот это вот вообще странно. Но ничего, еще пару дней мы подождем и посмотрим. Так, мне приходит сообщение. Меня вызвали в сборную. А у нас что, сейчас 2026 год? А что там в 2026 году у нас? Я не знаю, что чемпионат мира сейчас должен был быть. Или что в 2026? Ну получается, да, у нас чемпионат мира, групповой этап. Будет Португалия, Корея и Колумбия. Вот такие у нас команды. Ну и будем мы играть, значит, в следующем уже выпуске за сборную России. На чемпионате мира. Так, приходит сообщение. И мы сегодня в старте. В старте чего? Где расписание вообще? Так, ну это международные товарищеские матчи. Поэтому я вообще, ну, как вы знаете, я их всегда пропускаю. Вот, мы проиграли испанцам 3-0. Это для меня 54-й матч был. 14 голов, 4 голевые передачи я запомнил. Потому что сейчас мы еще играем с Аргентиной. Я не знаю, там играет ли еще до сих пор Леонель Месси. Я научился играть на новой для себя позиции. Теперь я еще и опорным полузащитникам могу выступать. Поэтому мы переходим дальше. И у нас это левый крайний защитник. Замечательно, 56 дней. Ну вот, уже и пошли там вратаря, наверное. Мы год будем с вами изучать. Проиграли Аргентине. И для меня это уже 55-й матч. Вот, и дриблежство, кстати, у меня прокачалось. Смотрите, у меня звездочка вдохновения появилась. Вот это я не замечал. Ну, неплохо. Так, приходит сообщение. Приглашение. Меня включили в команду мирового противостояния. Хм. И мы играем вот против Шанхай Сибге. Ну, мне кажется, вот этот матч, это нужно отыграть. Мы в прошлом сезоне же отыгрывали с Ювентусом. Минимально 1-0 проиграли, когда там Месси забил со штрафного. Поэтому, мне кажется, мы вот эту вот игру с вами отыграем. Ну, и замечательно, мы попали в сборную мира. Это вообще для меня удивительно. Еще я объявился за в сборной на чемпионат мира. Вот, такие у нас дела. Докуда мне еще? Давайте до игры как раз просимулируем. Так, International Champions Cup, это понятно. И мы сегодня встречаемся как центральные нападающие. Ну, и давайте сыграем вот этот последний все-таки действительно уже матч. Кто у нас здесь в сборной мира? Алисон на воротах, Робертсон, Иванович 87-й рейтинг, ему 21 год, неплохо, он уже сразу прокачался. Ляпорте, Дест, Кимих, Эггештайн, Одегард, Энтони, бразилец вроде. Килен Баппе с нами в нападении. На воротах облако еще на скамейке. Де Лихт, Дэвис, Александр Арнольд, Вальвердо, Ферран Торо, Стерлинг, Венесиу Джуниор, Бранд, Месси, которому он еще играет, 39 лет. Санчо и Жоа Феликс. И играем вон против Халкуськи, которого рейтинг 74, но постараемся забить сегодня. Почему бы нет, я впервые вызван в World Selection, потому что в прошлом году я участвовал за Ювентус против World Selection. Мы тогда проиграли, кстати. Но интересный тоже опыт сейчас будет. Итак, Konami Stadium, Shanghai, CPG. Они выиграли, я так понимаю, вот этот турнир FIFA World Cup Club, вот этот клубный чемпионат мира. Ювентус, скорее всего, опять, ну не опять, не получилось у них выиграть, потому что они и в Лиге Европы в 1.16 от Ростова вылетели. И здесь как-то, ну я не знаю, сейчас посмотрим еще вообще, как у нас сыгранность будет в составе. Потому что с многими я не играл. Ну, и забивает, забивает Энтони с моей голевой передачи. 24-я минута, 1-0, World Selection выходит вперед в матч против обладателя клубного чемпионата мира. Так, неплохо. И забиваю. Мы забиваем сегодня с Энтони. У меня гол плюс пасс. На 58-й минуте я забиваю клубу, который стал клубным, ну, обладателем клубного чемпионата мира. То есть на данный момент это самому лучшему клубу в мире. Потому что там Ювентус немножко подслил этот турнир без нас опять с Криштианом и Роналдом. И все. С счетом 2-0 мы выигрываем в Шанхай Сибгэм в мировом противостоянии. Но мне понравилось, да, играть в такой команде. Мы еще стали лучшими игроками этого матча. Гол плюс пасс у нас за эту игру. Замечательно. Я не знаю, добавится мне сюда это или нет. 30-й гол. 17-я голевая передача. Не знаю. Ну, вот такие вот у меня рейтинги. Тем более, кому интересно посмотреть. Она показывает, что мы вот на 96-м рейтинге. Ну, может 97-й будет к 26-ти годам. То есть стабильно мы пока что движемся. Повышаться рейтинг не будет, нам говорят. Ну, и отличная пропаганда футбола. Здесь с Эгештайном мы кулачками так отбились. Все. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск. Шестой сезон. Ну, смотрим еще раз, кто выиграл там Лигу Чемпионов. Аякс, кстати, выиграли. Ну, заслуженно за последние годы. Здесь Армения выиграла Лигу Европы. Поэтому мы ждем Суперкубок Аякс против Армении. Смотрим здесь. Чемпионат Англии у нас. Лучшая команда стала Манчестер-Сити. Вот на ваших экранах все. Идем дальше. Кто у нас? Ну, во Франции. Так, понятно, но все равно. Во всяком случае покажу. Вот, например, Монпелли и Амьен вылетают. В чемпионате Италии. Мне вообще интересно сейчас, как там Ювентус. Но они выиграли даже чемпионат в три очка лидерства. Без Крещен-Арнаналду, без меня в своем составе они выиграли. Это заслуживает похвалы. Посмотрим, кто в чемпионате Голландии выиграл. Аякс и Лигу чемпионов. И чемпионат выиграли. Может быть и Кубок вообще еще выиграли. Да, они вообще в Требл взяли. Так что поздравляю Аякс с Треблом. Первая голландская команда, которая это удалось делать. Бенфика выиграла чемпионат Португалии. В чемпионате России чемпионом стал ЦСКА. Зенит занял четвертую строчку. Даже Локомотив в этом сезоне обогнал Зенит. Ну а наши Хинки в реальной жизни вылетели на ФНЛ. Вот. Кубок России интересно кто взял. Спартак. Понятно. Так, мы идем дальше. У нас Испания еще на ходу. Почему бы не посмотреть. Барселона стала чемпионом. 8-8 очков, я так понимаю. В последнем туре все и решилось у них. Ну, это интересно. Так. Ну и переходим в Бундеслигу. Посмотрим. Бавария в 11 очков лидерства над Айнтрахтом побеждает в Бундеслиге. Так что вот. Мы посмотрели все интересные чемпионаты. Напишите в комментариях куда вы хотите, чтобы я переходил. Ну а мы пока что не будем переходить в следующий сезон. В следующем выпуске мы это с вами сделаем. А пока. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok